Лучшие из лучших на дорожках и скамье теоретиков, прошедшие на финал региональных игр, были отобраны из 120 учащихся 10-х классов школ. Всего 9 агонистов и 12 теоретиков, из которых уже на телевизионную программу «Умники и умницы» к Юрию Вяземскому в Москву поедут только пятеро. Многие до сих пор не верят, что мечта детства вот-вот сбудется. У меня решение Юрия Павловича было совершенно неожиданным. Готовилась я. Я читала много книг. Я даже не надеялась, но я знала, что что бы ни было, мне это пригодится в дальнейшем в жизни. И просто шла вперед. Основной темой гуманитарной олимпиады выбрали жизнь и творчество Ивана Гончарова. И по мнению Юрия Вяземского, для такой игры достаточно узкую. К столичной телевикторине «Умники и умницы» ульяновцам предстоит более серьезная подготовка. Больше книг для изучения шире тематика. Так что у меня, пускай ульяновцы не ожидаются, у меня будут очень широкие темы. Их будет три. Я всегда эти темы даю за месяц. То есть на каждую тему. За три месяца они получают три темы. И, соответственно, у них есть месяц на подготовку для того, чтобы потом достойно у меня выступать. И темы, конечно, будут широкие. Чем дальше от столиц и чем меньше города, тем сильнее участники. Удивительную закономерность Юрий Павлович выявил за долгие годы существования программы, когда победу на дорожках довольно часто одерживали самородки из глубинки. В этом сезоне самые сильные девочки – это первая тенденция. Мальчики уступают однозначно в этом возрасте. Потом мы наверстываем. И потом это поселки. Поэтому, когда я вижу поселок, я понимаю, так, видимо, устроена наша удивительная страна, понимаете, что столица, она мешает вообще получать образование. А когда ты живешь в поселке, тебе ничего не мешает. Ты читаешь книжки, ты готовишься. В этом тайна России, поэтому она непобедима и бессмертна. В пятерку победителей финала региональной олимпиады со скамьи теоретиков вошел ученик Вишкаемской средней школы номер 2 Михаил Родионов. Свою подготовку он оценил как весьма скромную, но при этом на вопросы отвечать не боялся. И благодаря заработанным орденам вырвался вперед. Игра мне очень понравилась. Можно встретиться с множеством интересных людей, и обсудить с ними не только саму тему, а что-то, например, отличенное, например, политика, жизнь и так далее. Кстати, впервые на всероссийском уровне участница из Ульяновска одержала победу этой весной. Евгения Карцева из 33-й гимназии положила хорошее начало. И теперь наши школьники не собираются останавливаться на достигнутом. Екатерина Мазуряк, Константин Никитин, репортер 73.